Портативный детектор электромагнитных полей Но общую картину оно даст Для чего я его взял? Больше ради интереса Было интересно проверить дома в своей квартире Наличие электромагнитного излучения То есть его превышение или нормы убедиться Ну и во время тестов данное устройство Также неожиданно открылось для меня с другой стороны Оно позволяет найти скрытую электропроводку в квартире Что очень полезно будет для тех, кто делает ремонт И кому нужно сверлить стены Прокладывать какие-то новые кабеля Чтобы случайно не пробить свою старую проводку Так, данное устройство стоит около 28 долларов Ссылочку я оставлю под описанием И давайте перейдем к комплектации и обзору самого девайса Вот в такой вот коробочке поставляется Моделька называется GM320 К сожалению, мне досталась версия китайская То есть все надписи на самом приборе на китайском языке Разобраться здесь не сложно Но в описании магазина была указана английская версия Я связался с продавцом И он мне ответил, что это ошибка поставщика Ну то есть в идеальном варианте вам должна прийти английская версия Я же без труда разобрался и с этой версией Сейчас вам все покажу Вот такая вот небольшая коробочка В комплекте, собственно, сам тестер Также в нем уже установлена батарейка Типа кроны 9-ти вольтовая Это было в комплекте И дополнительно продавец еще положил еще одну батареечку Что, ну такой неплохой бонус, я считаю Кроме самого тестера В коробке можно найти только различные инструкции Нам они также малопригодны Так как здесь все на китайском языке Есть гарантийный талон незаполненный Но есть какой-то штампик Видимо УТК, что устройство было проверено И небольшой рекламный буклетик компании Benetech Которая производит очень большое количество различных измерительных приборов Это и датчики звука Измерения мощности звука Температуры Ну здесь вот если раскрыть бытовые ваттметры То есть очень-очень много устройств То есть компания эта Benetech Специализируется именно на измерительных приборах Вот, и поэтому я считаю, что качество должно быть нормально Так, ну давайте коробочку отложим И посмотрим на сам тестер Выглядит он как обычный мультиметр Если вы знакомы с таким прибором Ну, примерно такие же габариты Изготовлен полностью из пластика Такого ярко-оранжевого цвета Видим небольшой дисплей Под ним светодиод, который сигнализирует о слишком высоком уровне Когда измеряете Три физических кнопки AVG VPP Эта кнопка переключает режимы измерения То есть либо показывает максимальное значение Либо среднее Далее, вторая кнопка Hold and Bip Она либо фиксирует показания Либо она, если ее зажать Управляет отключением-включением звука Ну и кнопка, конечно же, включения Она же отвечает за подсветку экрана Есть подсветка Ребра сделаны Такие вот Для лучшего хвата они ребристые Ну, на задней части, как видим Отсек для батарейки Здесь я уже показывал Батареечка стоит, типа кроны И на самом тестере указаны его технические характеристики Как видим здесь на китайском языке Я нашел на английском языке Вы можете посмотреть рядом переведенную версию То есть здесь показывается чувствительность И точность Магнитное поле В принципе Измеряется этим тестером В двух диапазонах То есть можно измерить Электрическое поле И магнитное поле Электрическое это Показатели в виде VM И магнитное MT Давайте включу Давайте включу лучше И покажу вам В действии Зажимаем кнопку И мы включаем Попадаем сразу на главный экран Ну вот видим Сейчас показания по нулям Верхний показатель 0VM Показывает Наличие и силу Электрического поля Нижний показатель MT показывает Наличие и силу Магнитного тока Ну здесь сейчас Все по нулям Вот Нажимая Переключатель Вот этот Мы переключаем режим Когда Иероглиф вот здесь Вверху написан То включен режим VPP То есть показывает Максимальное Поле которое Вы зарегистрировали То есть поднеся к прибору Он зафиксирует Здесь максимальный Показатель VPP Еще раз нажав Эту кнопку Будет среднее значение Оно будет постоянно Меняться Далее Звук Видим Динамичек Если мы зажимаем Звук у нас пропадает Когда у нас есть Какое-то превышение Электромагнитного поля Тестер Противника пищит Вот Нажимаем еще раз Звук появляется Если нажать кратковременно Появляется надпись Hold Hold Просто фиксирует Текущее показание Ну вот вы поднесли Например Выплала какая-то циферка Вы ее hold Захолдили Посмотреть Также здесь показывает Заряд батареечки Вот Ну вот в принципе И вся информация И Подсветочка конечно же Можно включить Здесь видим Я вот включил Выключил Появляется лампочка Ну При свете конечно Видно это Не слишком Но В темноте Действительно Подсветочка хорошая Так Что еще Магнитное поле Может он Измерять В различных диапазонах Заявлено От 5 ГГц До 3,5 тысяч МГц Под этот Диапазон Попадают Все электрические Приборы Излучение От электропроводки Даже Кабеля От Антенны Также Показывает Магнитные Излучения Которые Можно Например Найти При работе Монитора Либо При Работе Вашего Холодильника Ну Есть Нормативы Что В жилом Помещении Должно Быть Менее Чем 500 Ватт На метр Или ВМ Электрического Поля Дома Я конечно же Все это Проверил Хочу Сказать Что Во всех Комнатах Все В принципе Показывает По нулям Лишь Если Поднести Электроприбор К Какому Если Поднести Этот прибор К Какому То Электрическому Прибору Извиняюсь За Тавтологию То Тогда Начнут Расти Циферки Давайте Я просто Покажу Вам В действии Сейчас Мы Измерим Электромагнитное Излучение От Розеток И Электроприборов Продолжение следует Продолжение следует... Результаты Результаты Которые Я намерил По всей Своей Квартире Значит Любая Вообще Электрическая Проводка Конечно же Дает Электрическое Излучение Это понятно Но Оно Очень Узконаправленное И С Увеличением Расстояния Это поле Сильно уменьшается То есть Определить Можно Данное Излучение Только Вплотную Поднести Тестер Буквально Там Уже Несколько Сантиметров От Стены От Розетки И Излучение Пропадает Далее Я проверил Самые Интересные Приборы Плоский Телевизор Обыкновенный Телевизор Который Мы Смотрим Он Показывает Только Сблизи Значит Электрическое Излучение У него Около 1800 Магнитное Около 4 Это Только Если В упор Значит За Телевизором Все Электромагнитные Излучения Просто Показатели Зашкаливают Поэтому Не рекомендуется Ставить Телевизор И так Чтобы Ихняя Задняя Часть Была Направлена На места Где Человек Спит Или Отдыхает Больше Всего Меня Как бы Разочаровал Мой Монитор Значит До Расстояния 10 метров Просто Шкалят Показания И Электрическое И магнитное Поле Зашкаливает И По Мере Удаления Тестера От Монитора Конечно Показатели Падают Но Не так Как Хотелось Бы То есть Примерно На 25 Сантиметрах Все равно Показывает Электрическое Поле 190 И Есть Какие Поля Примерно До Расстояния 5 Метров Это Говорит О том Что Не стоит Близко Наклоняться К Монитору Также Довольно Сильно Сильное И Высокое Показание По Электромагнитным Полям Показал Мой Холодильник Во Время Того Как Он Морозит Расстояние Где-то До 30 Сантиметров Тоже Все От него Поля Зашкаливает Когда Он Не Морозит То Только Электрическое Поле И Только Если Вплотную Достаточно Сильное Электромагнитное Излучение Также Дает Системный Блок Компьютера Также Расстояние Примерно 30 50 Сантиметров Где Это Поле Выше Нормы Ну а Теперь То Что Конкретно Мне Именно Понравилось То Что Можно Применить Дома Как я Уже Говорил По Поводу Проводки Данный Тестер Довольно Точно Определяет Наличие Электрической Проводки Если Я Подношу К стене В упор Где У меня Есть Электрическая Проводка То Показания Электрического Поля Зашкаливают В месте Где Нет Проводки 100% Показывает По нулям Таким Образом Я могу Спокойно Сверлить Дырочку Штробить Для Прокладки Новой Проводки Не боясь Попасть В старую Кроме Этого Тестер Еще Может Показать В данном Случае Есть Ли Задействована Ли Проводка Короче Если Подвести Например К проводке От Выключателя В выключенном Состоянии Зашкаливает Электрическое Поле Показывает Выше Единицы То есть Это Максимальное Но Если Мы Включаем Свет То Электрическое Поле Падает До нуля И Вырастает Магнитное Поле При Токе Электрического Тока При движении Этого Тока Когда Лампочка Горит Изменяется Сам Вид Поля Это Может Быть Также Полезно То есть Если Вы Хотите Узнать Конкретно Ну Вот Вы Например Наткнулись На Какую Проводку И Конкретно От Чего Это Проводка То же Самое По Резетке Если Резетка Без Нагрузки Она Показывает Максимальное Электрическое Поле Если В Резетку Нагрузить Включить Какие Устройства Например Тот же Телевизор Тогда Электрическое Поле Становится Магнитным Полем Вот В принципе И все Что я Хотел Рассказать Вам О данном Устройстве Нужно Оно Вам Или Нет Конечно Решать Вам Стоит Оно Недешево Около 28 Долларов Но Мне Было Интересно Проверить Дома Всю Свою Технику И Убедиться В том Что Места Где Расположены У нас Спальные Места Зоны Отдыха Стол Где Мы Кушаем Отдыхаем Они Безопасны То есть Там Нет Никого Электрического Поля По Сути Электрическое До Полуметра Даже Ну До Полуметра Это В принципе Нормальный Там Показатель А вот 30 Сантиметров От Монитора Зашкаливает И Холодильник Который Также Выдаёт Повышенное Поле При Работе На Расстоянии Около 30 Сантиметров Смартфон Последнее Что я Проверил Смартфон Да Даже В выключенном Состоянии Он Показывает Время От Времени Повышенное Магнитное Поле Во Время Того Когда Ваш Смартфон Пытается Соединиться С базовой Станцией Для Передачи Сигнала Вот Поэтому Не рекомендуется Находиться Со Смартфоном Долго Люд Некоторые Например Любят Спать Когда Смартфон Недалеко Лежит Возле Головы Это Очень Вредно Во Время Разговора Когда Идёт Активная Передача Сигнала Зашкаливает Всё Конечно Зашкаливает И Это Подтверждает О том Что Также Долго Разговаривать По Смартфону Очень Вредно Вот И Всё Спасибо За Внимание С вами Был Злой До Новых Встреч